У Мазелла выпало... Бля, ну чё? Кого? Подожди, как? Один с половиной процент, это же пиздец. Как могло выпасть? У Егора криток лип. Ну давайте после издать конторы. На нахуй. Чё это такое, блядь? О, это Якста. А чё, куда? Чё, кто это? Бакс Лан Камс, спасибо тебе большое за подписочку. Переподписывайся. Ну что, привет мои подписчики. Ой, точнее смешарики. Остальным уже двойки в школе поставили. Итак, на этой неделе будет куча новостей. Так что садитесь поудобнее и готовьте свой рот и пробел. Кстати, мы экспериментируем над форматом. И теперь будет выходить два ролика. Новостная часть. И каждый понедельник лучшие клипы за неделю. Посмотрим, что получится. Может быть вернём. А может и нет. Вам решать. Ну что, готовы? Поехали. Виноват не корги. Гэт корги? И как обычно. Ну кстати, да, тоже как вариант. В любом случае у нас теперь будет точно свой склад. Вот. Если не пропустить название это, будет другое. Но склад будет. Свой, имеется ввиду. Реально. Начинаем с поздравлений стримеров. А именно Юзя, Убер Маргинал, Плохой Парень, Мобстер, Дрейк, Аункери, Джейм, Вилов Геймс, Стил, Силажек, Смородинова, Данёк, Твич и ФМ. Ну да, поздравлю АЧ. Мне не сложно. Короче всех благ и чтобы потоки не останавливались. Бетрейт не падал, а им был всегда в фокусе. Ну и желательно хотя бы просматривать клипы перед публикацией. Здоровлин. 30 августа Твич провел конкурс на 5 новых идей для развития платформы. Челики сейчас работают с дизайном ботами и уравниванием. Нормально. Я им столько идей предлагал. Ой, бля. Я им столько идей предлагал, которые в итоге они добавили. На Твич. Ну что-то денег я за это не вижу, блядь. Абсолютно бесплатно было сделано. Где мои деньги? А теперь они за это сколько платят там? Сколько? Странно, что они решили еще понабрать задач, чтобы программисты и дизайнеры сумма сошли. Ну ладно, посмотрим, как справиться. Интересно, что предложили. Надеюсь, хоть что-то адекватное. Кстати, идеи за Сангия предлагать нельзя. Только эти страны. Всего будет 5 победителей. Каждому площадку выделили по 10 тысяч долларов, чтобы начать реализацию идеи. Заявки принимаются до 30-го... А! Ну. Участие могут принимать жители США, Канады. Тьфу, блядь. А, ну ясно. Из России, значит, мы тоже принимаем, скажем так, идей, но только за бесплатным. Ну хорошо, ладно, блядь. Хорошо. Там баб. Там баб, сука. А ничего, что у нас в России так-то очень много талантливых людей. Программисты всякие, разработчики, которые-то по итогу, впоследствии, уезжают жить за границу. Как раз-таки в эти страны, которые там перечислены, блядь. Ну не жить, а работать имеется ввиду. Вот. И я думаю, что у нас бы здесь могли бы что-то придумать неплохое. Теперь клипы на Твиче можно отключать в определенных категориях. То есть, если вы зайдете в SMR или HotTabs. Никто не сможет запечатлеть ваш замечательный контент. Только если не записывает на Fraps. Но вы поняли, с этой новостью даже полегчало. Твич добавил цели для достижения определенных... А, да, кстати, нам надо поменять. А, похуй. А, похуй. Теперь это не нужно выводить корявочек. Что такое HotTabs? Через сторонний софт вижу уже большая половина СНГ стримеров поставили эту тему. Все как вам? Стало удобнее или нет? В чате кто-то не понял приколы. Такие, джакузи. Бассейн. Да-да. Горячая труба. На сайте проводится каждую неделю обновление дизайна. Обновили плашку поиска. Только вот кому она мешала? Мне... Чё? А. Ой, а у меня старая осталась. Охуели. А чё у меня старая? А как новую получить? Прошлой хватало КСТ. Экс Флорен, спасибо тебе большое за новую платную подписку. Итак, у Твича будет новый суд. Уже с дизреспектом. После Фантам Лорда они обновили политику. Да, бля, толку от этого суда. Скажите мне. Раньше уже один стример судился. И чё, к чему это привело? Да нихуя. А, да ладно, надо зайти. Но он знал причину ещё несколько месяцев назад, не раскрывая темы бана. И вообще, за что откинули, пока что не говорит. Ага. Я знаю уже несколько месяцев, есть причины, я скажу это прямо сейчас. Мы подаём на них в суд, хорошо? Я не знаю, как ценить размер ущерба. Угадайте, кто будет помогать в суде с Твичем? Конечно. Первый проходит судейство Фантом Лорд. Калаба Гадачи Шо? Кто знает? Может быть изменит политику банов на Твиче? Посмотрим. Боты продолжают издеваться над стримерами и Твичем, создавая скачки в статистике, убивая канал по причине подозрения в накрутке и не только. Ещё до сих пор не решена проблема с ботами, спамящими осужденку прямо на официальном канале Твича, но на самом деле её и не исправить. Банворды можно написать многими способами, и людей в машине пока не обойти. Модерые, я вас ценю. Скорее, это всего те дурачки, которые совсем не шарят про обходы и защиту в целом. Вот что написал сам Твич. Мы видели много разговоров о ботах, рейдах ненависти и других формах преследования некоторых авторов. Вы просите нас работать лучше, и мы знаем, что нам нужно делать больше для решения этих проблем. Я думаю, всё-таки шутка про регистрацию по паспорту скоро станет не шутой. Ну, удачи им. У нас есть Алтбати с Глобалбаном. Нам чисто похуй. Твич выгодил. Да, конечно, очень помогает. Очень, блядь, помогает это. Крутую фишку Bits Fortrix для Casgo. Теперь в неё можно играть на интерактиве за счёт битсов. Нет, конечно, с этим ботом куда получше вроде как, но боты от этого всё равно никуда не делись, и всё равно, сука, приходят и затирают чат. Реально. НОП НОП Чё? Чё это такое? Ну-ка, теперь станет интереснее смотреть надоевшую всем кс-ку точках их. Подожди. Ещё раз. В неё можно играть на инт. Твич выкатил крутую фишку Bits Fortrix для Casgo. Теперь в неё можно играть на интерактиве за счёт битсов. НОП, НОП. Так, а чё это всё значит-то, я не понимаю. То есть какие-то вещи происходят в игре, когда кто-то донатит какое-то определённое количество битсов. Я так понимаю. А, да? Ну понятно. Бля, почему только в этой игре? Ну я не играю в кс-го, и шо? Ну-ка, теперь станет интереснее смотреть надоевшую всем кс-ку точках их. Стримлабс добавили автоматически... Блядь, Ибан Ворда, чё, блядь. Ну осуждаю, конечно, модераторы сидят. Ежемесячный донат, всё похоже на YouTube. Что, блядь? Стримлабс добавили автоматически ежемесячный донат, всё похоже на YouTube. Только тут у нас всё в долларах. Можно задонатить 1, 3, 5 или 10 долларов ежемесячно на автомате. Так а зачем, если есть подписка на Твиче? Ну, не проще человеку купить платную подписку и продлять её каждый месяц, нежели чем какой-то донат раз в месяц. Который стоит так же, как подписка. Даже дороже. Ну, смотря от того, сколько ты поставишь, какую сумму. Какая-то хуйня, ну ладно. Сапки решивле и более стабильнее и удобнее на Твиче. Но, возможно, для наличия... Она с комиссией Твича. Она жрёт 50%. Кто, Сапка? Да, но ты в итоге получаешь какие-то бонусы за это. Значит, чего перед никнеймом? Смайлики. Там, доступ к видеозаписям, да, трансляции. А если ты будешь так делать просто за донат, что ты получишь, ты ничего не получишь. Это просто поддержка стримера. Если ты прям так сильно любишь стримера, да, ты можешь, конечно, пожертвовать ему 5 долларов в месяц и всё. Сину, спасибо тебе большое за 2 подарочные подписки. То есть тут какие-то хоть бонусы, а там смысл какой? Я не совсем понимаю. Твич обновил алгоритм просмотров на записях трансляций. Имеете в виду, кто дрочит на статистику? Не-не-не, кстати, нихуя. Уже не актуально. Уже не актуально, потому что они вернули. Они всё вернули. Снова вернули просмотры. Чё это было, в принципе, я так и не понял. Но просмотры... 100 тысяч, 96, 392 тысячи, 149 тысяч. Поэтому нихрена. Инфа уже не актуальна, блядь. Твич-контора. Спасибо, большой спирит. Спасибо. Блядь, тут уже две новости, которые, ну, не актуальны. По поводу идей, что 30 августа уже закончились. И по поводу вот этого тоже. Не учитываются просмотры во время стримов. Считаются только на записях. Власти Китая запретили детям играть в онлайн-игры дольше, чем 3 часа в неделю. Только по пятницам, субботам и воскресеньям. Всё это из-за быстрорастущей в стране игровой зависимости среди... Как можно запретить играть в игры не более трёх часов? Как правительство может это запретить? Они что, будут каждому в дом приходить и контролировать ребёнка? Чё за пиздец? Это ж невозможно. Или это возможно? Я не знаю, может там у них как-то это устроено по-другому, по-особенному. Но как? Там все чипированы. Не, я понимаю, что там контролируется весь интернет их, который у них там внутри страны. Ну, блядь. Чел сидит и играет в игру. Как за этим уследить? Как ты поймёшь, что сидит ребёнок у компьютера? Ничего не понимаю, но это брехня какая-то. Молодёжи. Интересно, если у нас введут такие правила, чё будет... А? Вот тебе мой местный донат. О, Айден, спасибо. Я запомнил 5 долларов. 3 сентября. В следующем месяце, 3 числа, я жду те же 5 долларов. Спасибо. Джо Байдена привлекла более 50 стримеров Твича. Тиктокеров... Команда Джо Байдена привлекла более 50 стримеров Твича, тиктокеров и блогеров для популяризации вакцин от коронавируса. А всё из-за мутации вируса, который уже перерос в более опасный штамп Дельта. Платит по 1000 баксов за пост для лидеров мнения, а также 100 бачей за саму вакцинацию. Вот бы у нас так же сделали. Хотя напомню, что вакцина не гарантируёт полную защиту от вируса. Бля, было бы круто, если была бы какая-то, знаете, реферальная ссылка, и типа ты её кидаешь на какой-нибудь сайт, предположим, где надо записываться на вакцинацию. Я вам эту ссылку реферальную скидываю, вы записываетесь, идёт, делаете вакцину, платите вакцину 100 долларов, а мне с этого процент. С каждого человека, который вакцинировался. Дээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Нихуя-то придумал, конечно Молодец Сто долларов вот дохуя А я бы за меньше деньги не стал бы рекламировать Вообще думали, блядь А ловко-то это придумал, ну да Какие сто долларов? А сколько, блядь? Бесплатно может быть? Она бесплатна, дурак Ну тогда не буду ссылку кидать Но поможет легче ее перенести Короче, берегите себя и близких А, понятно, конторе заплатили, да? Он тут говорил, что сапки будут по 30 рублей Во время саптября Типа ему написали на почту с этой ценой В сентябре сапка будет стоить Да никто ему не писал, блядь, таблетки тоже выпить забыл Процентов от нынешней цены У тебя вечно деньги в лове Деньги, кстати, где деньги? Доллары, ммм, бабло Деньги То есть А, или нет, стоп В общем, в России сапка будет стоить Типа 30 рублей Это не шутка, если че В сентябре сапка будет стоить Типа 20 и там 30 рублей Я уже знаю Я сегодня на почте В Китае есть социальный рейтинг Если низкий рейтинг не возьмут На нормальную работу Прямо как в сериале Черное зеркало вроде назывался Black Mirror Вот Фанфурия, спасибо тебе большое за 120 рублей Но на самом деле Скидка будет Как и два года ранее 20-30% Это 104 рубля В СНГ Для первого месяца Начало с октября Со 2 сентября По 1 октября Получается Дед нам всем Напиздел Точка лойс Лысая охуеть Совсем недавно Произошел скандал Между 89 Разработчиками Бесконечного лета Я так и не понимаю Час это играет в итоге Который решил Автор этого бесконечного лета Пытался со мной связаться В итоге пропал куда ты Я ничего не понимаю Я там вообще буду Всего 15 корубасов И слился Ребята, которые делали Всю движуху Собрали свой состав И делают все Без этого яблана Успехов к реакторам Ждем одного Как говорится А вот это контент Которого я жду В СНГ С примером С кем нас связывался В своей жизни Выглядит немного кринжево Все норм Вот будет Ты будешь Так а мне Надо с кем-то говорить Но сама реализация Полное взаимодействие Со зрителями С помощью голосований Тут даже можно Поставить на паузу И передвинуть интерьер Вы только посмотрите Нет 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 М som Ааааа Ааааа!! OnlyFans скоро прикроет лавочку для эротического контента, но пользователи все равно в это не верят, ведь если это сделают, аудитория уйдет на другую платформу. Блядь, да я не понимаю, что с Twitch-конторой с актуальной информацией? Там же вроде это отменили на OnlyFans, теперь опять вроде можно жопу питьки выкладывать, трахаться за бабки и так далее. Уже не актуальная инфа. Да блядь, Twitch-контора, ты чё? У платформы нет выбора, им нужны спонсоры и их начинают сжимать конгрессмены, призывая запрещать монетизацию порнухи. Но Амура будет продолжать постить свои фотки, так что не расстраивайтесь в точках их. Twitch удалил смайл с тверкающим персонажем Амагуса за сексуальный контент. Странно, танцующие Амагус забанили, а этот смайл всё ещё живёт. Непорядок. Не, я на самом деле не понимаю, типа, они считают, что жопа Амагуса это пиздец как сексуальная, такое надо удалять. При этом, почему-то, ну мы же знаем, да, сколько там этих женщин, танцуют. Показывают ту же самую жопу, которая прям, ну, откровенно говоря, выделяется на фоне всего того, что есть у неё на стриме. Даже вот этот, Олеся Либерман, или как она там, да, который просто лежит на кровати, жопа кверху. Ну это же то же самое, ну алё, блядь, ну алё. Чем это отличается от жопы Амагуса? Такой же сексуальный контент получается, такая же жопа. На весь экран. Амагус это пиздец как сексуально. А-а-а. На девочках Твич может зарабатывать, а с Амагуса ничего не поймеет. Так подожди, Амагус это платный смайлик вообще-то, который даёт заплатную подписку. Чат, как вы относитесь к керамграниту на стенах в прихожи и в спальне? Или просто покрасить стены? По цене плюс-минус одинаково получается. Да всем похуй. Да я думаю всем похуй. Так, идём дальше. Шёл турнир Твич Райвалс по Варзону в европейском регионе с призовым фондом в 75 тысяч долларов. Функфурия, спасибо. Вот участники этого Турика, а вот результаты. Я вот лично ни за кого не болел. Да и просто не успел посмотреть. А ты, единственный в мире подписчик официального канала Твич. Чёл раньше работал в отделе маркетинга платформы. Он не объяснил зачем ему это, но 88 месяцев поддержки стрека держат до сих пор. Теперь понятно на ком стоит Твич. Вот он единственный спонсор. Дир Лупа, ну и ник пиздец, подписал эксклюзивный контракт с Ютьюб. Точно так же как партнерка Твича, только на Ютьюбе. Походу Ютьюб смекнул, что нужно перебрасывать. А там не только Лупа, там ещё один такой же очень известный стример, у которого в среднем было 40 тысяч зрителей, также подписал контракт с Ютьюбом и ушёл стримить её, собственно говоря, на Ютьюб. То есть сразу два крупных стримера с Твича ушли туда. Ха-ха, за Лупа! На свою сторону топов только таким способом. Но увы, помянем онлайн-чела. Пока что на Ютьюбе стримеры не очень интересны. Не, ну может быть, благодаря тому, что они начинают к себе на Ютьюб по контракту переманивать стримеров, то возможно они что-то готовят. Возможно будет какое-то крупное обновление, которое наконец-таки сделает так, что стримы на Ютьюбе можно будет смотреть с комфортом, как это есть на Твиче. Нормальный чат, нормальные смайлики, нормальная партнёрка, нормальный плеер, нормальное, блядь, всё. Потому что сейчас всё то, что я перечислил, всего этого на Ютьюбе нет. Всё это говно, вообще говно. Ебанное. Там невозможно стримы смотреть, это хуйня. Ты, то есть, конечно, можешь смотреть стрим, но всё равно остаётся ощущение, как будто ты смотришь видео, а не стрим. Ты себя не чувствуешь в прямой трансляции. Ты как будто бы смотришь премьеру видео, знаете, когда премьеры начинаются, да? Вот, то есть, там, и всё. И то же самое, как будто ты, блядь, видос смотришь, запись трансляции, а не саму трансляцию. У тебя нет ощущения присутствия на стриме. И это убивает всю атмосферу. Вот как бы я в Алакса смотрел на Твиче, когда он стримил, на Ютьюбе я не могу его смотреть, как и Папича тоже. Потому что почему-то, блядь, мне это неинтересно становится. Если бы тебе предложили 3 ляма долларов, ты бы согласился на Ютьюб перейти? Не, ну. Ну, ты извини, конечно, за 3 миллиона долларов, это, как бы, ты, конечно, хорошую сумму предложил. Одна проблема, мне никогда никто столько денег не даст. Вот. А так, конечно, да. Скажу честно, наверное, за 3 миллиона долларов я бы согласился. Я бы согласился. Тем более, что Ютьюб, это не самая плохая площадка. Вот. Ютьюб в первую очередь платформа для видосиков, а не для стримов. Ну да. Ну да. А какая нахуй разница, когда у тебя 3 ляма долларов в кармане? Юдипай пожертвовал более 1,5 миллиона долларов. Конечно, я бы не ушел. Вы что? Как я могу вас оставить на Твиче? Не, не. Не, 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 не. 110 миллионов? Ага. Собак на Ютьюбе. Это более 110 миллионов. Сколько? Чего? Ну и целый 50 миллиона долларов. Подожди, не понял. Юдипай пожертвовал более 1,5 миллиона долларов. Собак на Ютьюбе. Пожертвовал? В Ютьюбе. Это более 110 миллионов рублей КСТА. Вообще, Феликс топит за бессмысленность донатов долларовым миллионерам с Твиче Ютьюба и поддерживает... Братишкин тебя срёт. В смысле, прям сейчас опять что ли? Стримы на Ютьюбе смотреть можно, но на Твиче это сделано удобнее и приятнее. Блядь, в тысячу раз удобнее и приятнее. Вот в этом и проблема. Нет начинающих, но как мы знаем, в СНГ так не работает. Хотя мне эта идея нравится. Я же не долларовый миллионер и даже не рублевый. Да и рекламы у меня нет, как видите. Вот так. Также Эвелон и Бустер помогли бабушке, стремившей Ольге закрыть кредит в сумме 193 тысяч рублей за стрим. Респект ребятам. Ребята, я вам очень признательна. Очень. Огромное-огромное спасибо. Жаль, что у нас нет других слов благодарны. А так, наверное, я сейчас... Блин, может, мои бабушки на Твиче начать стримить, а? Все эти слова вам сказала. Пятерка рассказала о своей неприятной ситуации, произошедшей с матерью. Очень печальный поступок и, скорее всего, уже нужно обращаться к психологу. Самому Кириллу терпения. Желаем быстрого решения проблемы. Сантре, это пиздец. Приходит мама и говорит, сынок, у меня пиздец. Я говорю, что? Она мне все выкладывает. Словно лепить сложилось не в одну пирамиду. Она вложилась в несколько пирамид. Закрыли все. Она заложила мою квартиру для того, чтобы взять и вложить его в пирамиду. Кого? Мамина квартира маме не принадлежит еще в год. И, как бы, на этом все. Камбаб. Кстати, Стелла, ты знаешь, что ты дашь в корейку? Да, я же сказала только что. В стриминсайте новость. Ой, очень могу сказать. А зачем? Че все ржут? У него там смеялись? Пиздец. Очень, блядь, смешно, конечно. Ха-ха-ха. А вот че вы хотели? Он же в Майнкрафт играет. Какая аудитория, такая аудитория, собственно говоря. Я потерял в пирамиде миллион сто тысяч месяц назад. Че, блядь, рофл какой-то, что ли? Какая нахуй пирамида? Мо вроде давно уж помер. Какая пирамида? Вы где их находите, эти пирамиды, блин? Вы в Египте были, что ли? Гуляли в пирамиде, проебали там деньги? Вас обокрали в пирамиде? Я не понимаю, какая еще пирамида? Невер Ника, спасибо тебе большое. Македейт, спасибо тебе так же большое, огромное. Вообще прям от души. Спасибо тебе за переподписку. Дима, спасибо тебе тоже большое за переподписку. Просто, блядь, я вообще этих пирамид не вижу. Ну, чтобы их кто-то даже рекламировал. Или где-то эта реклама была. Я не вижу этого. Как вы на это попадаетесь, я не понимаю. Как вы еще туда деньги... Да еще и в таком количестве. Миллион рублей. Финеко. Это название такое что? Так, ребят, давайте не будем сейчас упоминать это все. А то мало ли что. Ты рекламишь. Кого, блядь? Али Бордеал, спасибо тебе большое за переподписку. Кстати, Стелла, ты знаешь, что ты дашь в корейку? Да, я же сказал. Аринян, рекламирую. В стрим-инсайте новости выложили, что ты забей Финеко или фонды Гафарова. Там челы миллиарды рублей вливают. Она пол меняет. Пиздец. Но зачем? Не знаю, ремонт у нее видел. Это странно, я считаю. Для начала процедуру по смене пола из-за военкомата. Ее отец конец. Какой новой военкомат? Никто и военкомат не забирает. Это пиздеж. Это все пиздеж. Пытается хайпануть. Все и так понятно, чем корейка занимается. Если раньше-то я еще думал, ну, может быть, реально там образ такой и не более. Нет, это реально ебаный скамер, который выдумывает хуйню, чтобы просто обратить на себя внимание. В данном случае это военкомат. И постоянно в сториз теперь эту хуйню несет. Типа, бля, ребята, что делал? Вроде как, даже вчера я видел сториз, где она, типа, собирает деньги на военник. Типа на военник. Ну, чтобы купить военник. Ребята собирают деньги, короче, говорят, донаты на военник. Я такой, чего, блядь? Да кто тебя заберет в армию? Ну, вы посмотрите на него. Какая армия, блядь? Что за бред? Каждый день сториз, где она деньги просит. А почему, кстати, не стримит, тоже не понимаю. Выпрашивать деньги в сториз окей, а постримить и нормальный, там, не знаю, заработать эти деньги мы не можем. Че за хуйня вообще? Ну, сейчас еще наебут людей на рекламы. Там больше 10 человек за месяц в инсте за скамела. И на твиче пару рекламодателей. Понятно все. Надо было ее душить там. На стенке, блядь. Ну, кто ж тогда знал? Никто ж не знал. Конечно, не поддержал данное событие. Но в военкомат не очень охота идти, правда? Короче, опять вбросы из-за угасания хайпа. Круто, классно. Вот и я говорю, да, да. Идем дальше. Ох-пох. Рекрент поделился, что стал амбассадором не вея ультра. Как раз про это и говорил Эди Симон. Поздравляем. Братишкин провел... А я когда стану амбассадором чего-нибудь... Блядь. Конкурс анимационных роликов про 89-й сквад. Победители разделились... И что, я буду амбассадором завтра, блядь? Ну, имеется в виду завтрашнего дня. Амбассадор завтрашнего дня. Хесуса ОГН, блядь. Завтрашний день... Хесуса. Хе-хе-хе, блядь. 100 тысяч рублей. А, да. Никаких 3D-моделей, значит. А ловко ты это придумал. Молодец. Кстати, напомню, скринчик. Там, баб, спасибо, брат. Не сомневался в тебе. Мне остается только пожелать... Чего, блядь? Про 80-й, говорил Эди Симон. Поздравляю вас. Братишкин провел конкурс анимационных роликов про 89-й сквад. Победители разделят 100 тысяч рублей. А, да. Никаких 3D-моделей, значит. А ловко ты это придумал. Молодец. Кстати, напомню, скринчик. 56 тысяч. Там, баб, спасибо, брат. Не сомневался в тебе. Мне остается только пожелать удачи участникам. Виловгейм закончил свой саботон на первом месте в СНГ и в 15-м месте... Тебе-то должен... Да не буду я, блядь, свои 50-ка давать ему. Че за пиздец? Так ты еще докинешь. А еще, нахуй, че я должен сделать? Писюн в рот я ему докину, блядь. Че, охуел, что ли? Ну, я бы докинул, если бы. Если бы. Где? Если бы. Нужно сделать анимацию, рисованную по схвату, где я, братишкин, буду в одной роли. Если бы он написал, где я, братишкин, и Хесус будут в одной из ролей. А так, про меня здесь ничего не написано. Соответственно, я ничего не вкидываю. Все. Тысяч рублей. А, да. Те напомню, склад удачи участник. Ебать, он захотел, конечно, блядь. Анимацию про него сделают, а я за это 50 тысяч должен. Виловгейм закончил свой саботон на первом месте в СНГ и в 15 месте по миру при 25 тысячах активных сабов. Хорошая заявка для иностранных... Это не он писал в другом посте, позже дополнили про тебя. Но это уже не моя проблема. У нас была цель. У нас была классная цель попасть в топ. Впервые. И мы ее реализовали. Я вам храню. Не, ВЛМ молодец, реально. Только, судя по его лицу, мне кажется, саботон для него был достаточно тяжелым. Тарин, за вашу поддержку уже в первый день мы реализовали все цели. В первый день. Ну и на этой хорошей ноте можем закончить с новостями и сразу перейти к номинациям. О, это я. Мы АФК номинируем Манки Сквад за фильмы на диване. Хорошо, что хоть на скреме не уснули. И не уснули. Дженнифер и Ральф Сарчи. Ральф Сарчи. О, это я. Кринш недели забирает модератор братишки. Да, блядь, в смысле? О, меброски, блядь, что? Гаечка моя рядом. Охуел, черт его. Не понял, блядь. Как там Озон табуретку кидает, блядь. Ты что, прикалываешься, что ли, блядь? Ты именно вот бутылку в рот засунул. Молчу. Ну, согласен, реально кринж. Как узор на окне, снова в прошлое рядом. О, это я. На этой разу у нас три номератора. Потеснили бомбу 9. Да, блядь. О, блядь. Да, иди нахуй. А, я одна. Типа, трил пил Обыскажите, уплётки Хотел сказать, что стримеры какие-то спокойными стали Смотри, у него чё, эти клавиатур там целая куча что ли? О, это я! Да блядь, а я-то где? Яма Они его не за... Раз, два, три Ебать музончик О! О, ребята! Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Ой, блядь, не хватило IQ Дмитрия Юрьевича перестрелять, блядь, с идеальной стрельбой Не, ну по факту тут большинство моментов, где они просто убивают кого-то в CS GO То есть тут даже нет какого-то такого вау-эффекта, вау-момента, да? И ты такой, ну блядь, и чё? Я такое... Ну скорее всего те, кто играет в CS GO Из вас Ну скорее всего сидите и говорят, блядь, ну я так же делаю ещё каждый день За день хотя бы один раз такое бывает Почему он и не я? В таком случае Ну бля Они реально просто убег... Ну тут неплохо, окей Всё Победа защитник А остальные моменты просто蛀 убийства Ой, это я Я еще zdch В этой руке её нету, в этой руке её нету, ага ловилась А я Последние 3, да? Блядь! Как нах**ь это сделал Mu А, Ещё? Дай сюда нах**ь Блин, нажимай на R, ну работай Шляпа, блядь, шляпа нафиг Бро, тут был второй все время манкер Наебал что ли? Там есть дырка! Блядь, давай, нафиг! Не, но... Ебать! Ебать! Да какой ломака, блядь! Я тоже с животными живу, и че? Ой, блядь Я понял, мне его надо в руку взять В руки, да? И погладить Я! Таких мерщиков еще нужно поискать Это мне! Это мне! Пизду, я вам хрен А че такое, я не понял Если мне с него падает нож, я бреюсь на лысо суд присяжных вынес вердик в котором у них сурбатов виновен в содеянном и понесет наказание и должен побрить свои голосы за 24 часа погладь жажа где-то эту идею видел просто на нереаль не реализовалась как надо о здорово лысый а что ты делаешь о что ты делаешь у переход все ебать я теперь я была до самом удачном моменте включился стрим корабля в доме показалось или я слышал себя это я ну хоть где-то я куда-то попал чё за хуйня чё за бред у него стрим вообще типа просто идет стрим и именно этот момент именно вот тут она попал как блять вообще что за тайминг x4 я не понимаю но прикол в том что то с его никогда не видела ну что совет до любовь а кто его видел подожди так хочу маме ну и как обычно закончим пасты а в чем лишь что заключается я что-то не понял я тут тебя на фоне поставил пока матешу с гдз списывал и ты как начал матюки на всю хату рад что у меня аж мать в комнату залетела ремня дала ты хоть попридержи свои эмоции а то я до выпуска твич контора не доживу а дальше уже сам знаешь что делать козел блять закончим наш новый эксперимент с форматом лучшие клипы за неделю дроп но отдельно чтобы хронометраж не был на целый час как фильм короче люблю целую подписывайтесь на канал ставьте классы и пишите свое мнение по формату в комментариях я все и не я и кайф новостей не актуально обмен что там блять был написан подожди обнимет учета кидает ссылку какую-то новый геймплей батлфилд 2042 ой блять подожди подожди на нахуй понятно понятно подожди да смотри там что-то будет там что-то сейчас будет внимание обнаружен хейтер подсос сквада объявляется массовая эвакуация с твич аналом милский берспорт также во время эвакуации необходимо насилить какова на лицо и мазелова минуточку